Народ, привет! Приветствую вас на моем канале. Продолжаем рубрику мини-распаковки. Сегодня у нас несколько посылок. Первая посылка это у нас регулятор оборотов. Регулятор оборотов 30 ампер для WPL моделей. Там мощность у них небольшая. Вот такой вот маленький люпенький, но он больше туда и не нужен. Посмотрим, потестим. Стоимость 320 рублей, по-моему. На 20 ампер еще дешевле. Так что взял попробовать. Почему-то выключатели здесь и выключатели здесь. Не пойму, что это такое. Посмотрим, проверим. Значит, здесь у нас получается, что втыкается, это будет аккумулятор, разъемчик, это будет у нас мотор. Так что обязательно в ближайшее время на какую-нибудь модель поставим. Следующий пакет. Пакет в пакете. Первый раз мне так пришло, у них почему-то трек-номер пере... вот он старый, переделан. У нас начинается новый... по России присваивается новый трек-номер. Так. Что у нас здесь? А у нас здесь какая-то коробонька. А в этой коробоньке... А, здесь у нас очень интересная штука. Здесь у нас... Здесь у нас электронный угломер. Можно сказать, уровень. Вот. Но вообще он называется угломер. Вот такая у него... Вот так он выглядит. Сзади у него батареечка, но она, по-моему, встроена. Он на магните. Грубо говоря, вы можете плоскость любую проверять. Холодненький. Ну, попробуем включить. Держим. Не включается. Надо поставить батареечки. Сейчас посмотрим, какие там. Заодно проверим. Так, здесь две мизинчиковые. Две мизинчиковые батареечки. Так. Вставил я батареечки. Закручиваем винтики. Так. Пишет ошибка. Пробуем. Угол 45 градусов. Грубо говоря, примерно... Я просто не знаю, как он выставляет этот ноль. Ну-ка, 90 градусов ровно как бы. Ну, в принципе, практически, да. Закручиваем. Цифры, кстати, переворачиваются. Очень удобно. Ну, как бы сейчас ровно. Я сейчас его попробую. Вот. Тут не получится держать. Вот так. Смотрим, значит, что у нас здесь есть. У нас есть холд. Чтоб запомнить, какая была. Дальше мода есть. Проценты. Миллиметры. Ой, что-то футы, наверное. И вот градусы. Вот. В принципе, очень удобно, если вам надо, допустим, взять и сделать ровно полочку. Вы видите, в принципе, один градус. Грубо говоря, нам надо какой-то край чуть-чуть приподнять. Полтора градуса, в принципе, практически ровно. Вот. Стол. Ну, один градус практически выставлен. Смотрим в эту сторону. 0,5. Ну, практически одинаково. Но все равно у меня тут есть такое, что вот как раз она в эту сторону катится пока отсюда. Вот. Так что, вот смотрите. В принципе, очень классная вещь. При стоимости 700-800 рублей. Где-то примерно так. Сейчас, как говорится, по акции можно купить и дешевле будет. Вот. Он магнитится. Его можно любой уголок поставить и он будет хорошо держаться. Магнитная сторона только одна. Основная. Вот эта. Обычный уровень электронный будет стоить порядка, ну, от полторы. А здесь вы имеете за пол цены и, в принципе, хорошая. Вот. Мне, в принципе, вещь понравилась. Вот. В использовании, я думаю, будет нужной вещью. Оно. Потому что уровень не всегда можно точно выровнять. Здесь уже будет точность, как говорится, наверняка. так. Ну, ладно. Выключаем и убираем в чехольчик. Так. И последняя на сегодня посылочка. Такая вот небольшая. Где вскрывается, не знаю. Вот тут что-то сверху. Ага. Есть. Какое дело. Так. В одну сторону, в другую. придется встать. Куча бумаги. Как вы думаете, что это? Так. Быстренько в комментарии напишите. Так. Что-то или сломанное, или пришло сломанное. Опа. На. Что-то влевит. М? Та-да-дам. Как вам? Как вам такой поворот событий? Ничего не сломанное. Это контейнер ставится на платформу. Что-то там еще в нем есть. Сейчас посмотрим. Вот такая вот малышка. Так. Дверь, мне кажется, должна открываться. Зеркала, смотрите, складывающиеся. Зеркало здесь. Задел по подсветку. Кратко в двух словах. Вы уже, я надеюсь, видели мой новый проект из игрушки в модель. Так как я жду на УАЗик запчасти, немножечко он завис. как бы, чтобы не терять время, я заказал себе еще одну модель. Не именно эту. Это модель моего друга. Он меня исподвих на эту фирму. Я, в принципе, не думал о таком. Это фирма Брудер. Немецкая контора, которая делает грузовики, вообще всю технику. О, приехала к нему еще и ракушка. Вот. Делает строительную технику, но не радиоуправляемую. Это просто игрушка. Вот. И мы решили с ним взять по грузовичку и посмотреть, переделать его на радиоуправляемую. Немецкие коллеги, можно так сказать, уже переделывают такую технику. Вот. И катают ее. Просто самый ближайший по ценнику, не ближайший, а самый единственный поставщик радиоуправляемых грузовиков нормальных, это Tamiya. Но ценники там очень ломовые. Поэтому, вот данный вариант, если он получится, вот, будем рады представить вам его. А сейчас вот посмотрите, какого она размера. Вот. Контейнер снимается. Я так понимаю, он раньше ставился, но только одно. Одни это крепеж. Как ее? Подставка только с одной стороны. Вот. Так что, вот такой вот грузовик. Как на настоящем грузовике заделы. Здесь какие-то непонятные бревна, ящики. Вот. Ну, как говорится, будет дополнением этой покупки. Это стволы деревьев. Так что это мы убираем туда и закрываем. Все, она и сверху, и снизу закрывается. Очень копейненько. Чик, щелк, все. Единственное, что, конечно, кузов мы закрепим, чтобы он не болтался, если она упадет, не соскочил ничего. Вот. Вот такая вот модель. Размер ее 53 см. Сегодня я загуглю и в комментариях напишу, какого она масштаба. Но заявлена она 16 см. Что-то мне кажется, что она как итомия 14 масштаба. Поэтому с 16 масштабом покатать ее, наверное, не получится. Но посмотрим. Не знаю. Очень уж она здоровая. Я даже не знаю, кстати, какого она в оригинале размера. Посмотрим. Просчитаем. Вот. Я себе заказал немножко другую модель. Так что будем смотреть. Ну, очень она здоровая. Это все-таки 14 масштаб, но никак не 16. Поэтому сравнивать их с VPL-ками будет тяжеловато. Наверное, это будет отдельный класс у нас. Чисто большие такие грузовички. Ну, посмотрим. В принципе, она, как говорится, считается сама по себе здоровой, но не настолько от взяла. Ну, все. На этой нотке мы заканчиваем сегодняшний обзор. Чем они заинтересовали? Тем, что очень копийные. Вот. Детализация у них очень классная. Исполнение, заделка под цвет. Все. Просто модели будут, конечно, шикарные. Посмотрим. Сделаем. Поставим двигателя. Поставим рулевое управление. Что-то переделаем. Все полностью покажем. Вот. Будут вопросы. Обращайтесь. Так что, до новых встреч. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. И пишите комментарии. Потому что непонятно. Нравится, не нравится. Что именно не сказал. Вот. Как говорится, побольше что-то написали. Я хоть буду на что-то ориентироваться в следующий раз. Чтобы дать побольше информации. Ну все. Пока.